Привет, друзья! Мы снова вместе. Я вас поздравляю с Новым годом. Счастья вам! Всего наилучшего! Ну и так как мне заклинило на садах, я произношу постоянное заклинание. Просветание вашему саду. Сегодня 4 января. У нас наконец-то морозы поползли к 30 градусам. Минус 30. Дождались, потому что уже казалось, что зима так и не наступит. Вот. Давайте продолжим. У меня раскритиковал мою манеру разговора, учебы. Очень серьезный ученый. Не скажу из какого города, не скажу. Не хочу, чтобы вычисляли. Вот. Бессистемность. Вот это огромный минус он считает. Вот. Нужно, чтобы все я разложил по полочкам и по темам. А у меня все, как точно, салат оливье. Вот. Думал я, думал, думал. Три дня думал, пока шли праздники. Вот. И ничего не надумал. Дело в том, что перейти на электроскетон. Я знаю, что убежден почему-то, что я потеряю часть аудитории. Большую часть аудитории. Вот. Им будет просто это все неинтересно. Зачем им им найти эти тонкости? Есть несколько основополагающих вещей, которые позволяют резко продвинуть садоводство вглубь. Я имею ввиду вглубь дачных массивов. Вглубь. На север, на восток. И в последнее время держите за стулья. Меня начали спрашивать советов и начали выписывать имена. Жители с самого юга пошли письма из Крыма и самых южных городов России. Ой, я оговорился. Самых южных городов уже Украины. Ну, белорусами давно уже это налажена связь, типа продайте семена. Я всегда в этом удивлялся. И сейчас еще немного удивлен. Вот. Деградация садов, как мне пишут, застигла самые южные регионы России и Украины. Как это могло случиться? Отвечаю. Дело в том, что у меня есть письма. Я их не теряю, эти письма. Я их складываю. Это огромная доказательная база. Во-первых, о том, что это действительно пришла пора додуматься. Вот. Представляете, науки, допустим, дают команду. Ну, кто? Ну, чиновники от науки, которые курируют. Вот. В стране грядут, уже грянули большие климатические изменения. Деревья к ним не готовы. Срочно займитесь этим делом. Вот. Ну, и занимаются. Например, лет пять назад на той конференции, где меня лишили слова, вот, как безбожника, как бы садового безбожника, значит, было заявлено, сады вишневой стране умирают, ничего поделать нельзя. Пока еще со мной пытались дискутировать некоторые ученые, я предлагал перенести туда в Европу абсолютно здоровый супер-морозостойкий ассортимент. Ну, например, раз я заговорил о вишнях, то о тех же вишен. Мне говорят, точно так же помрут неприспособленные, негодные, не адаптированные. Вот, не районированные. Вот так вот. Правы они, не правы. А у нас можно собрать миллионы тех же кодексик. У меня у них тысячи, а может, десятки тысяч лежат, никому не нужны. Каждый год собирай, думаю, вдруг все-таки так дойдет, что надо это менять ассортимент. Мне почему-то иногда кажется, я, правда, отклонился от темы, тема-то была другая, интересная. Мне почему-то кажется, что все не так плохо было, если бы все-таки такие попытки, как мои предложения, были бы сделаны. Почему? Деградация, на мой взгляд, частично связана, деревья, не обязательно вишен, но если в каком-то регионе, она связана еще и с самоопылением. Почему такое не происходит в моем саду? Я свой сад называл смешанным, так? И чего-то он только не растет. Например, если это абрикосы, то от самых диких до самых культурных не бывает. нет, найдите еще где-нибудь плоды 100-граммовые. кроме моего друга Кудесника на Урале, поищите. Так? Фамилия Латинко, кстати. И вот эта палитра, она должна быть в садах, и тогда деградации не будет, утверждает Джейлзо Валерий Константинович вместе со своими друзьями Бродским Юрием Васильевичем и Латинковым Юрием Алексеевичем. Вот. А в других садах эта тенденция имеет место быть, и, возможно, я прав. Мы правы. Вот. По крайней мере, пробовать стоит. Ну, а сейчас, после этого вступления, оно навеяно чем? Письма идут, там, последние письма были из Одессы и из Севастополя. Я вот думаю, как же так? Это самое... Что мне им ответить-то? Кроме того, что у меня же как, допустим, я рассылаю семена, да? Вот. А там есть вот те, как я говорил, от ноготка до размера яблока, косточковая культура, абрикосы, сливы, к примеру. Вот. Я их рассылаю, значит, и садить-то их надо в один сад. Может быть, на этом-то беда-то и кончится, что нужно перекрасное пыление и не просто пыление, а не обязательно пыление, дошедшее до... 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 плодов, дошедшее до... начать. Нет, просто, когда попадает в одно дерево, попадает сперма другого дерева и дает ему дополнительное качество. В том числе, ну, не буду перечислять, уже говорено. и вот, значит, эти вот письма мне навеяли, мне же приходится отвечать, они же смотрят на меня, как на авторитет. Они знают одно, сейчас железо напишет, и наш штат перестанет загибаться. Вот. Ну, ладно, пойдем дальше.